Дай почитать. Дай почитать. А вот системного лексикографического описания в акхической тематике не было. Любопытно, что в словаре современного русского литературного языка Академии наук СССР в 17 томах и в толковом словаре живого великорусского языка Даля их не больше сотни. Очень мало алкогольной лексики и почти во всех региональных диалектных словарях не более нескольких десятков. Однако любой носитель языка сходу назовет более сотни хорошо знакомых ему слов, относящихся к данной проблеме. Итак, словарь состоит из 47 глав алфавитного указателя спиртных напитков, вспомогательного указания к содержанию словаря и двух приложений, словарь названий сосудов для спиртных напитков и краткий словарь лингвистических терминов. И все это на 1300 страницах. Структура словарной статьи следующая. Заголовок, грамматическая характеристика, стилистическая характеристика, толкование, энциклопедическая информация, сырьевые компоненты, добавки, срок выдержки, вязкость, цвет, токсичность и многое другое. А потом лингвистическая информация. На самом деле основных названий не так много. Абсент, аперитив, бальзам, вино, водка, пиво, ром, наливка, грок, коньяк, а вот синоним и другое дело. Особенно их много по количеству и разнообразию у водки. Сотни. Например, аковитая, бодяга, бабушкина из корыта, антигрустин, белая горячка, блондинка, водичка, где не плавает рыбка, помырка, горькуша, душегубка. Всего на 130 страницах. А еще можно узнать, почему греки разбавляли водой вино, почему когор называют церковным вином, какие спиртные напитки используют в лечении алкоголизма и много еще поучительного, забавного и разнообразного. Дорогие слушатели, читаем, а не пьем энциклопедический словарь спиртных напитков. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать